Приветствую вас в нашем новом уроке. И что же мы будем делать сейчас? А мы будем думать и находить в своей квартире, какие же предметы могут стать нашими тренажерами для развития мелкой моторики, а также структур головного мозга. И представляете, я расскажу вам такой интересный секрет. Ни один тренажер вам не нужно будет идти и покупать в спортивный магазин. Все тренажеры вы найдете или на кухне, или на балконе даже, может быть, в детской комнате, а может быть, и даже в вашей ванной. Итак, для поиска наших тренажеров идем в путешествие по вашей квартире. И предлагаю сначала зайти на кухню. Конечно, у всех на кухне множество разных предметов. Но вот такой предмет может являться интересным тренажером для развития мелкой моторики. Он бумажный, он прямоугольный, может быть, белого цвета или разноцветный. Наверное, вы уже догадались, что это такое. А это обычная столовая салфетка. Да-да, обычная столовая салфетка может стать тренажером по развитию мелкой моторики пальцев рук и ног. Остаемся на кухне и ищем следующий тренажер для нашего курса. А это красивая, обычная столовая тарелка. Не глубокая не для супа, а для второго. Посмотрите, вот такая примерно тарелочка нужна будет нам для наших уроков. Наверное, в любой семье такая тарелка найдется. Приготовьте ее. Оставаясь на кухне, обратим внимание еще на одни предметы. А это трубочки для коктейля. Самые обычные трубочки любого размера и любого цвета пригодятся нам для наших уроков по развитию моторики. И, конечно, у каждой хозяйки найдется, наверное, на кухне такой деревянный и длинный предмет, как скалка. Если вы занимаетесь тестом, то я уверена, что скалка у вас, конечно, есть. Но если вдруг вы не занимаетесь творчеством кондитера, то вполне возможно, что у вас есть обычная трубочка из-под пищевой пленки, которой мы укрываем еду, если у нас остается еда на следующий день. Так вот, можете размотать пищевую пленку с трубочки, снять, и у вас останется вот такая обычная трубочка из плотного картона. Она нам очень пригодится для наших упражнений. Если вы не хотите разматывать трубочку от пленки, то оставляйте ее прямо вместе с пленкой. В принципе, все мы взяли на кухню, что нам необходимо. И дальше идем, путешествуя и находя тренажеры в вашей квартире. И дальше мы идем в ванную комнату. У всех мамочек имеется один чудесный тренажер для развития мелкомоторики. Металлический, вполне возможно, черный, хотя не принципиально, но может быть любого другого цвета. Он предназначен для выщипывания бровей. И этот предмет называется пинцет. Наверное, у всех такое имеется, поэтому пинцет является чудесным тренажером для развития мелкомоторики. Возьмите его, он нам тоже пригодится. Если вы ходите в магазин за покупками, то, конечно, такой тренажер, скорее всего, находится в вашей прихожей. Этот тренажер лежит в кошельке. Что же это такое, подумаете вы? А это обычные металлические монетки. Неважно, какого они будут номинала, самое главное, чтобы их было как можно больше. Приготовьте 5-10 монеток, они вполне пригодятся нам для развития и выполнения наших упражнений. А теперь из прихожей передвигаемся в детскую комнату. В детской комнате, как обычно, чего только не бывает. И первый тренажер, который привлекает внимание детей и станет очень полезным тренажером на нашем курсе, это камушки Марблс. Вот так они выглядят. Посмотрите, они все разного размера. Это квадратный камушек, это вот такой кусочек камушка, не имеющий никакой специальной формы. Неважно, какие они будут. Круглый камушек, небольшой. Может быть, большой такой камушек. Это не принципиально. Вот такие красивые. А вот даже камушек у меня как сердечко. Вот такой формы. Итак, вот такие цветные, красивые, сверкающие предметы непременно привлекут внимание вашего малыша. И они являются отличным, классным тренажером для развития мелкой моторики. Заменить тренажеры, камушки Марблс или монетки мы можем пуговицами. Наверное, в каждой семье имеются различные пуговицы. Возьмите шкатулку, которая у вас имеется, вытащите оттуда пуговицы разного размера и приготовьте их для наших занятий. Это так разнообразит и будет интересно и весело заниматься ребенку. Итак, мы продолжаем искать тренажеры в детской комнате и находим, естественно, как обычно, в любой детской комнате листы формата А4. Обычные листы, не обязательно, чтобы они были новые, чистые. Они могут быть исписанными, они могут быть изрисованными. Это не принципиально. Я покажу вам интересные упражнения с этой бумагой. И вы удивитесь, как великолепно и интересно будет заниматься ваш ребенок. Вы не сможете его оторвать от этих упражнений. Если в вашей семье растет дочка, то я хочу сказать, вам просто повезло, потому что у девочек всегда длинные волосы. И волосы мы всегда можем перевязать и перевязываем какими-то лентами. Так как мои дочки уже давно выросли, я живу сейчас одна, то я нашла вот такую ленточку в своей квартире. Это ленточка, по-моему, от подарочной коробки какой-то. Не принципиально, чтобы лента была какого-то определенного размера или какого-то цвета. Самое главное, чтобы она была длинная и такая вот пластичная. Приготовьте ленточку, мы будем с ней заниматься. Вроде бы мы прошлись по квартире, собрали все необходимые тренажеры. И сейчас я хочу предложить вам пойти погулять, потому что сегодняшняя ваша прогулка может превратиться не просто в прогулку, а именно в поисковую такую деятельность, с помощью которой вы найдете также тренажеры, которые лежат под вашими ногами, совершенно бесплатно и очень полезно и интересно развивают вашего ребенка. О чем я хочу сказать? Если вы пойдете в парк или где-то вы будете с ребенком гулять, обратите внимание на природный материал, который лежит на земле. Например, вот такие сосновые шишки. Посмотрите, какие они красивые, какой они интересной формы, какой они интересной структуры. Так вот, я хочу сказать, что вот такие шишки разного размера, но в принципе одного формата. Они очень пригодятся нам для проведения наших уроков. И поэтому я предлагаю вам сходить на прогулку и собрать несколько таких шишек. Но если вдруг вы не сможете найти такой природный материал, не отчаивайтесь, это не беда. Возьмите и купите обычные грецкие орехи или орехи фундук. Такие предметы тоже будут очень полезны и интересно развивать моторику вашего ребенка. Если вы сходили в магазин, купили продукты, вполне возможно, что вы купили воду в пластиковой бутылке. Представляете, пластиковая бутылка тоже является отличным тренажером для развития мелкой моторики. Не важно, какого будет размера бутылка, не важно из-под чего, самое главное, чтобы она была с крышкой. Приготовьте пластиковую бутылку и вы увидите, как интересно вашему ребенку будет заниматься на нашем курсе. Также я рекомендую вам использовать для проведения нашей гимнастики для пальчиков рук вот такие обычные цветные фломастеры. Вы не представляете, какие интересные упражнения я могу показать вам с этими фломастерами. Если вдруг в вашем доме не будет фломастеров, то их, конечно, всегда можно заменить. Карандашами, палочками из подмороженного, кисточками и даже трубочками для коктейля. Итак, спешите в детскую комнату и возьмите там парочку красивых цветных фломастеров. Итак, в этом уроке мы рассмотрели, какие предметы пригодятся нам для проведения наших тренировок. И я хочу сказать, для того, чтобы вы были готовы к следующему уроку, пожалуйста, пройдитесь по своей квартире, сходите на улицу, соберите все тренажеры, сложите их в какую-то коробку, для того, чтобы они у вас были всегда под рукой. И давайте включайте следующий урок. Я вас жду!